С плетеной мебелью, посудой, корзинками для грибов и ягод мы знакомы с самого детства. Они ассоциируются у нас с домашним теплом, уютом и, конечно, добротой. Теперь украсить свой дом плетеными изделиями можете и вы. В эфире программа «Стеклянный дом» и сегодня вместе с Аленой Бугровой мы расскажем об уникальной технике плетения из бумажной лозы. Алена Бугрова – мастер по плетению из бумажной лозы. Родилась в Чебоксарах, с детства росла в творческой обстановке. Бабушки научили ее вязать спицами и крючком, а мама – шить. Не только куклы, но и вся семья примеряла наряды юной мастерицы. В 1997 году Алена выучилась на далекую от творчества специальность – эксплуатацию электромеханического оборудования и автоматических устройств. А в 2011 году получила профессию бухгалтера. Желание творить никогда не покидало мастерицу. С 2014 года она всерьез увлеклась плетением из бумажной лозы. И с тех пор это стало ее главным занятием в жизни. Сегодня Алена – мастер со своим узнаваемым почерком. Ей подвластны работы любой сложности. Но и это не предел. В будущем она планирует сплести для своей семьи диван из бумажных трубочек. Алена, чем сегодня займемся? Сегодня мы сплетем небольшую корзинку из газетных трубочек. Только для начала нам нужно их изготовить. Нам понадобится обычная газета, канцелярский нож, клей, шило, чтобы плести и кусачки. Ну и, конечно же, спицы. Обычные вязальные спицы 2 мм. Давай тогда приступим к работе? Да, конечно же. Итак, для начала нам нужна бумага. Обычная газета. Мы ее разрезаем сначала вот таким образом, с ножом. Затем складываем пополам. Сложить еще раз. Ширина нашей полоски где-нибудь примерно 9-10 см. Нам для толщины трубочки это будет достаточно. И отрезать. Это нам не понадобится. А из этих полосочек мы будем с тобой крутить трубочки. Что для этого мы делаем? Берем спицу, берем полоску, берем клей. Кладем спицу вот таким образом, чтобы она у нас лежала чуть-чуть под углом. Вот так вот. И кончик подворачиваем. Как бы накручиваем. Получается? Получается, кажется. Вот. Из бумаги-то плести намного легче. В том плане, что из бумаги можно сделать намного больше всяких разных узоров. Можно сделать ожурчики, можно сделать всякие загибы красивые. То, что, допустим, если мы плетем из лозы, она же у нас все равно достаточно упругий материал. А газета, газетная трубочка, материал мягкий. С ним можно делать все, что угодно. Алена, насколько прочной может быть бумага? Ведь подносы, корзиночки, это все используется очень активно в быту. Ну да, очень многие сомневаются в том, что изделие из газеты может быть прочным. Но мы же вот не просто так сплели и оставили. Для того, чтобы сплести, нам нужно покрасить сначала наши трубочки. В красичий состав входит лак. Уже прочность достается бумаги. Потом, когда мы сплели готовую работу, мы ее еще раз покрываем лаком и даже несколько слоев. И работа такая получается практически деревянная. Вот если по ней постучать, она прям как дерево. Она абсолютно не гнется, не мнется, никак не ломается. То есть это достаточно прочная работа. Я вообще люблю вещи, которые в быту полезны. Я не люблю такие предметы, которые стоят. Они, конечно, красивые, но собирают пыль просто. Никакого функционала. Я предпочитаю делать такие вещи, которые несут пользу. Как в быту, так и, допустим, на природе. У меня есть корзинки, с которыми я хожу в лес. Есть корзинки для пикника. Очень нравится работать с фотографами. У них такие шикарные фотосессии, получается, с использованием корзин. Как раз-таки вот для Ньюборн фото. Или какие-то тематические съемки. Недавно у меня была работа с замечательным совершенно фотографом, которая делала фотосъемку в стиле викинг. С хаски, с костюмами. То есть там были доспехи, которые я сплела. Шлем был, щит, меч. Вообще потрясающая работа. Ну, я когда вот даже сейчас у меня мурашки, вспоминаю эти фотографии. Поэтому это большой спектр на самом деле. Может сделать все, что угодно. Даже мебель люди плетут. Алена, сколько нам таких трубочек понадобится для плетения корзинки? Сноровки где-то трубочек 100-150 в час можно накрутить легко. Для нашей корзинки нам понадобится трубочек 100-120, может быть. Большую делать не будем. Я заранее приготовила трубочки для нашей сегодняшней работы. Их нужно обязательно увлажнить. Посмотрим. Например, влажная трубочка и сухая. Влажная трубочка у нас, вот она замечательно крутится. Ничего с ней не становится. Она у нас пригодна к работе. Если взять сухую трубочку, накрутить мы ее не сможем, она у нас сломается. Вот поэтому обязательно увлажняем трубочки при помощи поляризатора минут хотя бы за 20 до начала работы. А так даже лучше больше. Итак, мы берем 4 трубочки, широкие кончики капаем клей и засовываем на клей одно и также второе. Это мы делаем основание. Это у нас будет донышко. Ну, пока мы соединяем трубочки, расскажи, с чего началось твое увлечение плетение из бумажной лозы? Ну, совершенно случайно. Я просто что-то искала в интернете. Это было лет 7 или 6 назад. И наткнулась на корзину одного очень известного мастера из Прибалтики. Его зовут Ричард. Я была настолько поражена, что прямо до речи потеряла и несколько дней ходила под впечатлением. Серьезно занялась уже где-то года 2,5 назад. Итак, смотри, теперь нам нужно сложить вот так вот крест-накрест наши трубочки. Две на две. Да, и чуть-чуть придавить. Вот, теперь берешь вот эту пару вторую. Это у нас рабочие трубочки, это у нас стойки. Сгибаешь пополам. У нас получается одна сверху, одна снизу. Нижнюю наверх и вбок, верхнюю вниз и вбок. И мы как бы оплетаем. Алена, чем тебя все-таки покорила эта техника? Не знаю, не могу сказать. Когда любишь, ведь любишь просто так, а не за что-то. Мне просто очень-очень нравится эта работа. Я не представляю теперь в своей жизни без плетения. Я могу, конечно, отвлекаться на какие-то другие занятия в качестве отдыха. Я могу вязать так же, шить. Но плетение – это самое главное. Ну, я стала намного спокойнее. Это точно. Я стала более усидчивой, более какой-то равномерной, ровной. Нет у меня таких резких перепадов. Наверное, вот успокаивает очень сильно. Часто говорят, что сапожник без сапог. Вот в твоем доме много ли вообще изделий из претеных газет? Ну, мне однажды сказали, что скоро у нас будет дома все в корзинах. На самом деле у меня все в корзинах. Ну, в основном это, конечно, функциональные вещи. У меня короба в гардеробе, на кухне какие-то, приправницы, конфетницы, корзинки опять же. Все свои рукодельные принадлежности я тоже храню в своих же коробах. Это удобно и красиво, мне нравится. Поэтому я все-таки с сапогами. Я тебе покажу, как нам нужно нарастить наши трубочки. Для того, чтобы нам их нарастить, нам нужно обязательно вот этот вот кончик, который мы склеивали, срезать. Срезать нужно будет кусачками вот под углом. Чем острее угол, тем легче будет потом нарастить. Я срезала здесь обе трубочки, теперь я должна нарастить новыми. Для того, чтобы нарастить, я капаю сюда клей, сплющиваю трубочку и наращиваю. Одну и вторую. Так вот. И у меня снова длинные трубочки, я могу плести дальше. У тебя хорошо получается. Ты помнишь свою первую работу? О, она у меня до сих пор дома. Я сплела большой-большой короб. Красивый. Он похож на мусорную корзину, вот, которая во дворах же собирает мусорники. Вот, выкинуть его жалко. Он стоит у меня там на шкафу, далеко, чтобы никто не видел, с компьютерным железом. Но выкинуть я его не могу, рука не поднимается. Я уже много других коробов наплела, но этот самый первый, он как бы... Чем он и ценен. Да. Но это напоминание о том, что мы все как-то с чего-то начинали. Плетение – самое древнее ремесло в мире. Почему – узнаете в нашей следующей рубрике. Плетение лозой уходит корнями в каменный век. Оно возникло даже раньше, чем гончарное дело, металло и деревообработка. В этот период люди плели сосуды, корзины, мебель, ограды и даже дома. Доступное ремесло очень облегчало быт наших предков. Бурное развитие техники плетения началось в средние века. В подтверждение тому, многочисленные полотна выдающихся художников эпохи Возрождения, они сохранили совершенство сплетенных из ивового прута предметов быта. В России залозы первоначально плели корзины, лукошки и лапти. Народные умельцы плели мебель, колыбели, кресла, столы и стулья, а также сундуки, чемоданы, сумки, саквояжи. В наше время техника плетения лозой не претерпела значительных изменений, а вот сам материал оказался вполне заменяемым. Мастера научились создавать шедевры из тростника, ротанга, соломы, листьев кукурузы, проволоки и даже газет. Плетение из бумажной лозы с каждым годом становится все популярнее. Стало слишком большое расстояние между стойками, и нам нужно добавить еще одни. Я начала добавлять еще стойки. Как я это делаю? Я беру новую трубочку, вставляю ее между вот этими двумя рабочими под плетение и оплетаю дальше. Это плетение называется веревочка. Чтобы у нас промежутки стали поменьше, вообще рекомендуется в плетении не допускать слишком большого расстояния между стойками. Оптимальным расстоянием считается где-то сантиметра два, два с половиной, полтора, ну, зависит от того, каким рисунком ты плетешь. Вот, для веревочки самое лучшее где-то сантиметра два. Таким образом, вот я по кругу наращиваю наши дополнительные стойки. Круг у нас расширяется, и плетение становится, продолжает оставаться аккуратным. Мы не поговорили о том, чем ты покрасила палочки. Вот расскажи о том, вообще, какие материалы можно использовать для того, чтобы тонировать и какие цвета можно придать. Ну, на самом деле, красить можно в абсолютно любой цвет. Для того, чтобы сделать яркие, пестрые трубочки, используются обычные строительные колеры, которые разводят в грунтовке с добавлением лака. Ну, у каждого мастера свой фирменный рецепт покраски трубочек. Наши, в данном случае, трубочки покрашены морилкой с добавлением лака. Лак я добавляю все время, объясню почему. Он нужен для того, чтобы наша скруточка склеилась, чтобы трубочка вот как бы не раскручивалась. Если крутить в обратную сторону, она держится равно. Если мы покрасим просто морилкой, цвет может лечь не совсем ровно. Такое тоже бывает. При добавлении лака оно всегда равномерно окрашивается, и дополнительная, опять же, прочность к нашим трубочкам. Существует множество техник плетения из бумажной лозы. О некоторых из них узнаете прямо сейчас. Чаще всего мастерицы применяют простое и послойное плетение. Реже – квадратами и рядами. Но для придания разнообразия и неповторимости изделиям можно комбинировать сразу несколько видов плетения. К примеру, веревочку и ситец, послойное и японские ажуры. Такие работы отличаются особой красотой и изяществом. Алена, до того, как ты пришла к этому виду творчества, ты же много еще чем занималась. Расскажи подробнее о своих хобби на протяжении жизни. Ну, где-то в классе во втором, наверное. В начальной школе точно уже не помню. Естественно, бабушки, как у всех, посадили за крючок, за спицы. У меня бабушек-то так-то много было. Сестры бабушкины. Вот одна училась спицами вязать, другая учила крючком вязать. Меня всегда ругали. То, что я неусидчивая, то, что я не очень аккуратная. Говорили, что толку из меня не будет. Ну, наверное, сейчас они на небесах смотрят и радуются. Вот. Вязала сначала куклам. Мама научилась шить. Потому что мама у меня работала в молодости шлией. Научилась шить. Потом уже, когда стала постарше, начала себе. И шила, и вязала. Ты с кем-то делишься своим мастерством? Я никогда не думала, что я вообще могу быть педагогом. Мне всегда казалось, что если я знаю, то и все знают. А потом, когда я провела свой первый мастер-класс живьем, мне попались такие замечательные ученицы. Они тоже все были уже подготовленные в плане творчества. Кто-то чем-то занимался до этого. Мы так хорошо посидели, пообщались. Я поняла, что мне это нравится. Мы проплели вот такое солнышко. И все теперь, если перевернуть его с обратной стороны, то можно заметить вот эти хвостики от дополнительных стоек. Нам их нужно все аккуратненько подрезать. Вот таким образом. Прямо вровень. Видишь? Вот так вот все подрезаем, каждую чуть-чуть подтягиваем и распрямляем. И у нас обратная сторона тоже получается аккуратненькой. О, как мило. Вот. Ну, стойки добавлять тоже можно разными способами. Я показала один единственный, самый вот такой удобный. Я считаю, что для начинающего это оптимальный вариант. Вот смотри, сейчас мы уже подправили все. Все наши стойки. Значит, и нам нужно теперь эти стойки поднять наверх, чтобы сделать стенки. Как мы это делаем? Мы берем стоечку и загибаем ее. Для того, чтобы у нас она загнулась ровненько, мы вставим дополнительную трубочку. Поставили дополнительную трубочку. И начинаем просто подворачивать одну за другую. Вот таким образом. Каждую стойку поднимаем наверх. Вот смотри, Танюш, сейчас мы дошли до того момента, где мы начали наш подъем стойка. Наших стойк. Теперь нам нужно заправить. Я вынула дополнительную трубочку. И на ее место ставлю последнюю. Последнюю. Последнюю, да. И продеваю аккуратненько. И распрямляю ее. И у нас все стойки стоят на своих местах. Все ровно, все аккуратно. Вот. И теперь мы должны продолжить наши стенки. Так как направление плетения у меня поменяется, я старые рабочие трубочки подрежу, чтобы они нам не мешались. Потом я их спрячу плетением. И начну новыми. Итак, мы теперь начинаем плести наши стенки. Для этого мы берем новые трубочки. Ставим их вот таким образом. Одну. Чтобы кончик у нас был перед соседней стойкой. И вторую. Вот так вот. Потом они у нас спрячутся в плетении. И начинаем также плести веревочкой. Здесь мы будем наращивание делать уже за стойками. За стойками. Да, чтобы снаружи нашей работы, нашей корзиночки не было видно ни одного стыка наших трубочек. Так, Таня, посмотри. Я проплела три ряда. И теперь добавляю еще дополнительные стойки, чтобы они у нас были двойные. Здесь у нас будет ажурчик. Для этого я взяла трубочки сухие, невлажные. Разрезала пополам. И добавляю каждой стойке, предварительно маленечко раздвинув шилом, добавляю стойку. И так по кругу. Плетение из бумажной лозы в последнее время становится все популярнее. Но кому именно принадлежит авторство, до сих пор доподлинно неизвестно. Считается, что идея использовать вместо лозы бумагу принадлежит восточным мастерам из Кореи и Японии. Издавна эти народы славятся виртуозным владением бумажными техниками. От ригами до папье-маше. Популярность плетения из бумажных или газетных трубочек, скорее всего, наступила в те времена, когда производство бумаги перестало быть роскошью. Итак, мы сейчас поставили наши стойки. Я буквально вот так вот их надеваю на стойки. И начинаю плести веревочкой на изнаковом расстоянии. Мы проплели три ряда. Срезали дополнительные стойки. Они нам больше не нужны. Вот если присмотреться здесь, можно увидеть. Теперь нам осталось только оформить загибку, и наше изделие будет готово. Я делаю загибку, которая называется «Разга». Это наиболее популярный вид загибки у многих мастеров. Она очень проста в исполнении. Смотрится довольно-таки симпатично. Ну вот, мы с мамой закончили корзиночку. Вот такая она у нас получилась, малюсенькая симпапулечка. Нам теперь осталось ее только покрыть лаком. Лак обязательно на водной основе. Он называется либо лак на водной основе, либо акриловый лак. Продается в строительных магазинах. Но покрываем лаком мы только уже на следующий день. Это очень важно, потому что наша работа сейчас сплетена из влажных трубочек, и она должна обязательно высохнуть. После того, как мы покрыли лаком, нам ее можно чем-нибудь украсить. Я приготовила несколько украшалочек. Все они разные по стилю и подойдут на любой вкус. Допустим, можно сделать вот так вот. И это будет уже такая гламурненькая шкатулочка для прекрасной дамы. Можно, допустим, несколько цветочков. И это будет либо для девочки подарочек. Или же, допустим, такую игночку одеть. И она уже вполне себе подойдет для подарка для мужчины. Все зависит от вашей фантазии. Стоимость материалов. Лак на водной основе 220 рублей. Морилка 30 рублей. Клей ПВА 20 рублей. Спицы 2 миллиметра 20 рублей. Стоимость корзинки вам обойдется в 290 рублей. Стоит учитывать, что лака хватит на множество плетеных изделий. Технику плетения из бумаги можно смело назвать простым и недорогим видом творчества. Газеты и журналы мы зачастую выбрасываем, не подозревая об их скрытых возможностях. Настало время дать им вторую, не менее яркую и полезную жизнь. Наша программа подошла к концу, а стеклянный дом пополнен со своим новым мастер-классом. Выражаем благодарность кафе «Семь пятниц» за предоставление уютной и комфортной зоны для съемок нашей программы. Свои предложения по мастер-классам и заявке на участие вы можете оставлять в группе ВКонтакте программы «Стеклянный дом» или звонить по телефону 64 11 11. Субтитры создавал DimaTorzok